Девять утра по Москве, но подсказывает, что Екатерина к нашему эфиру подключается. Да, конечно, мы ее прямо сейчас подключим к нашему эфиру. Напомню, что две новости было. Мы уже видим. Екатерина, здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, сначала про партию мы вас тоже спросим, но расскажите, пожалуйста, вчера, что с вами вечером произошло. Собственно говоря, ничего особенного. По крайней мере, для меня, мне кажется, это нормально, какие-то приключения попадать, раз все хорошо прошло. Часто наркотики проверяют, в смысле? Вообще первый раз в жизни. Спасибо. Ну, это оказалось не в то время, не в том месте. У меня, я ехала по навигатору, Тверь я не очень хорошо знаю, вот, и в какой-то момент он заглючил и остановился, чтобы посмотреть. Это оказалось место, где, видимо, постоянно ходят закладчики. И это мое замешательство, видимо, и ожидание на обочине вызвало определенные подозрения у дежурного наряда ГИБДД. Конечно, максимально выглядите как наркодилеры. Как закладчик. Ну, я сказала, чем вызвано подозрение вообще? Он говорит, ну, вы вышли, и у вас изменился цвет лица. Говорит, что-то холодно на улице. Ну, конечно, ветер. И вообще простыло после вчерашних этих стояний на улице. Вот, и говорит, давайте пройдем в автомобиль, пройдете тестирование. Ну, любой опыт тоже опыт, это тоже, наверное, интересно понимать, как эта процедура проходит. В общем, потом мы поехали в наркологический диспансер, и там тоже прошли определенные анализы с ДОЛА. Вот, поэтому все хорошо. Далее три бумажки, акты. То есть они просто проверили вас и отпустили? Извинились. Мы познакомились и сказали, что ребят, ну, я понимаю, я не в том месте, не в то время, но, походу, вы тоже не там оказались. Потому что, судя по тому, что началось движение, ребятам практически, наверное, сразу позвонили и сказали, мы вам выдадим фотографию в следующий раз, чтобы вы думали, прежде чем вот это все мероприятие организовывать. Стойте, я просто хочу понять. Вот для нас выглядит все очень, прям максимально странно. Вы проводите встречу, объявляете о том, что будете создавать партию. Дальше склейка, щелчок пальцев буквально. Вот мы только что в вашем телеграме прочитали, что вы идете в политику серьезно, будете партию строить. И буквально тут же сообщение, что вас задерживают. Ну, поверить, что это случайность, очень сложно. Вот эти люди действительно не знали, кто вы? Нет. Молодые парни. То есть они вас, я не знаю, там не вели, за вами следом не ехали? Нет, они мимо проезжали, когда я стояла в повороте все. То есть, а когда они увидели ваши документы, у них тоже ничего? Нет, мы потом попытались поискать у них в телефоне мой телеграм-канал. Говорю, ну, подпишитесь тогда, потому что... Ну, хорошая предвыборная кампания могла бы быть, да. Ну, да, зато запомнили, наверное, фамилию. Ну, хорошо, что все хорошо. Расскажите про партию. Нет, нет, нет. А, подождите. Им-то тоже в какой-то момент отзванивали и говорили, чтобы вас не трогали. Я правильно понимаю, что все-таки такая команда откуда-то сверху была, поскольку, наверное, и их руководству могло прилететь. Что же за самоуправство? Они команду не давали, а вас уже начали задерживать. Звонили моему коллеге Алексею Комилеву. Звонил заместитель, по-моему, начальника УМВД по Тверской области, насколько я поняла. И сказал, если что, звоните, какие вопросы будут. Но меня на тот момент уже отпустили, поэтому вопросов как таковых не было. Видимо, будут вопросы к этим молодым людям. Хотя, в принципе, я с одной стороны их понимаю. Это какое-то подозрительное место, подозрительная машина. Каршеринг стоит. Что он там стоит, делает? И, может быть, это и хорошо выполняет ребят свою работу. Тоже неплохо. Вам страшно не было? Это не страшно, просто мне непонятно. Ну, я устала. Я ехала с Москвы. Потом собрание у нас достаточно долго было, потому что нам надо было протокол правильно подготовить. Опять же, для Минюста все это сделать хорошо. И вот стою я с этим телефоном, который висит. Мне и так ни до чего. Они подъезжают и про какие-то там анализы. Неприятно, но не так страшно. Можно теперь про партию? Можно. Екатерина, расскажите про партию. В общем, мы начали с того, что все-таки обсуждали название. Поскольку на момент того, как мы собрались, такое большое голосование проведено еще не было. И было важно, чтобы это было принято решение такое осознанное. Я провела, можно сказать, коммуникационную сессию в определенной степени, потому что мне важно было визуализировать вот те слова, которые мы обсуждали в названии. Я их написала, и стало проще на самом деле, потому что до этого мы просто обсуждали название, как-то его не принимая. Может быть, кто-то там был убежден, что это обязательно должно быть свобода. Кто-то был убежден, что это обязательно должна быть хорошая партия. То есть разные варианты были. И поэтому «Человечная Россия». Людям нравились такие ассоциации. «Партия будущего». И в какой-то момент просто я вот эти слова написала, и мы разложили и поняли, что некоторые слова визуально выглядят не очень воспринимаемо. Некоторые слова сложно на слуху так же воспринимать. Рассвет как таковой, он и визуализируется хорошо, не несет негативного окраса и посыла. И в определенной ассоциации возникают, как ночь темнее перед рассветом, то есть наступит рассвет, и всё будет хорошо. Опять же, ассоциации с будущим. Опять же, наши цвета – голубой, белый и персиковый, оранжевый, который как встающее солнце. Поэтому мы вот обсудили и как-то вместе пришли к тому выводу, что действительно рассвет, потому что эти варианты рассматривались раньше, голосовались в тех или иных чатах, и рассвет побеждал тоже в этих голосованиях. Может быть, они и такие массовые были. Поэтому мне было важно, что это было принято решение действительно совместно, и оно нам вот легло на сердце. Мы, соответственно, провели уже само мероприятие в рамках закона, составили протокол, куда вписали всех членов оргкомитета, их 21. Мне как-то почему-то везет на семерки. На инициативной группе была 77-я, сейчас 21-я – это три раза по семь, три семерки. Я надеюсь, что это будет в большей степени тоже таким добрым, доброй традицией. И вот я думаю, что все хорошо, очень душевно прошло и позитивно. Все получили хорошие эмоции и с чувством выполненного долга поехали по домам. А какие следующие шаги? Сейчас, да, меня уполномочили открыть счет партийный и, соответственно, подать документы в Минюст. Ну, то есть сначала подать документы, потом открыть счет. И дальше в течение года мы должны завершить это партийное строительство. В ближайший месяц будет проведен большой съезд. Вот просто некоторые немножко обиделись, да, что мы их не пригласили на оргкомитет. Это достаточно формальное мероприятие, и, в моем понимании, должно было пройти максимально безопасно. и спокойно. Что, собственно говоря, и произошло. там были просто формальные процедуры, да, отчасти данное важное решение, как лодка назовется, но в то же время мы прекрасно понимаем, что шансы зарегистрировать партии невероятно малы, с каким бы она названием ни была. Мы старались это сделать таким, еще раз повторюсь, позитивным, нейтральным, неагрессивным. Думаю, что это у нас получилось. Вот. И дальше на съезд уже будут приглашены региональные представители, не менее чем от половины, точнее, более чем от половины субъектов Российской Федерации. Соответственно, это где-то 47-50 по два представителя. Достаточно большое мероприятие. Я думаю, что там будет не 100, а гораздо больше людей, потому что желающих принять участие в съезде очень много. Вот. И дальше уже начнутся вот эти процессы, которые будут занимать, так понимаю, не только время, но и силы, и нервы, потому что это действительно сложное мероприятие, согласование, вот всех этих процедур с менюстом. Хотелось бы со своей стороны сказать, что я тоже часто повторяю, что тьма отступит, и свет обязательно победит. Я в это искренне верю, и на самом деле вот этот идеализм, я надеюсь, с годами даже не растерять. И еще одно сообщение от Алины, от Алины в нашем чате. Какая она живая и симпатичная, и говорит разумные вещи. Удачи тебе, молодая женщина, победим на мракобесе на России, на Руси, тогда уж надо писать, ну, мы понимаем, о чем речь. Мы также запустили в рамках нашего эфира голосование «Поддерживайте создание политической партии Дунцовой». Да, нет, такие варианты, вы можете прямо сейчас кликать, но и еще одно сообщение хочу вам прочитать. Больше меда лить вам в уши не буду. Не зарегистрируют, найдут причину ни одну, как, например, создаваемую на протестном энтузиазме партию 5 декабря в 2012 году. Ну, очевидно же, не зарегистрируют. Здесь гораздо важнее, вот мы пока ехали обратно, обсуждали как раз вот эти историю с горизонтальными связями, да, и вообще особой атмосферой того, что происходило и происходит. Это создание сообщества. То есть, понимаете, конечная цель, она ограничивает на самом деле процесс. Когда мы говорим, что наша цель создать партию, значит, мы говорим о том, что в какой-то момент мы остановимся. А создание сообщества, которое будет взаимодействовать для каких-то общих целей, это история долгая. Вот я про долгую историю. Мы уже создали это сообщество, это люди, которые объединились вокруг моей кандидатуры на президентских выборах, мы нашли друг друга, мы увидели, нам уже классно от того, что мы есть и на самом деле нас много и поэтому вы все вместе дружно носите воду решетом. Классно, только как бы капли ни одной вы не донесете. Не будет же партия. Мы хорошие и мы дружим и мы общаемся и это важнее намного. Я вообще думаю, Павел, ты страшные вещи говоришь. То есть ты говоришь, что даже поскольку ничего не получится, даже не стоит пытаться. Мне кажется, что это очень верный подход. Я говорю ровно не об этом. Я говорю об обратном. Что, может быть, есть другие возможности, шаги, другие способы того, как сейчас людей объединять. Ведь если вы тратите свои силы на то, чтобы доказывать Минюсту, что вы не верблюд, а Минюст будет на вас тыкать пальцем и говорить, что верблюд. Ну вы же потратите силы просто свои и тех людей, которые вам верят. Ну ты же не про силы сейчас история вообще. Это само собой разумеется, что силы определенные потратить придется. Людям на самом деле очень сильно заходит общение между собой, обсуждение этих тем. Им это очень не хватало. Это очень сильно чувствуется. Независимо от того, в каком формате мы собираемся и в каком количестве, 20 это человек или 500, это всегда история про то, что люди себя находят. Они находят не только себя, но и своих соратников, можно сказать так. И это не партия Дунцова, это партия всех людей, которые хотят говорить про мир, говорить про демократические реформы и про то, что они хотят доверять своей стране, жить в ней, доверять тем институтам, которые здесь существуют, чтобы не было законов, благодаря которым их могут посадить за слова на долгие годы. Вот сейчас они обрели этот голос. Еще две темы хочется успеть. У нас не так много времени. Спрошу вас сначала, вы наверняка следите за компанией Бориса Надеждина, да, как происходит сбор подписей. Он идет вообще не так хорошо, как хотелось бы. Помогаете ли вы ему с этим? Я поддержала уже. Да, ну, просто расскажите, пожалуйста. Да, мы приняли решение, что все-таки по нашей базе, где у нас больше, чем в 10 раз все-таки у него было данных, то есть у нас порядка 188, по-моему, насколько я помню, на последний момент было количество людей, которые готовы были поставить за меня подпись, то есть там в районе 200, понятно, что там какие-то там, может быть, несовершеннолетние, потому что там, ну, в общем, есть люди, которые не могут там физически поставить, но достаточно большое количество людей, которые готовы были отозваться, и наши ребята там из региональных штабов, из колл-центра, который собирал инициативную группу, обзванивает этих людей сейчас, и их также привлекают на избирательные участки. Конечно, я так понимаю, что вчера он в том числе тоже столкнулся с определенными неприятными ситуациями, когда у него на собрание пришел человек, который высказывался негативно. Ну, это процесс такой, да, я думаю, что нужно, конечно, поторопиться, но при этом делать все ответственно, даже у меня вчера, но на собрание оргкомитета приехал молодой человек, который также собирал подписи и больше двадцати, даже около тридцати подписей он собрал буквально за эти несколько часов, поэтому ребята работают, и среди моих помощников также есть люди, которые ходят в свободное время и собирают подписи за Надеждин. Ещё одна тема у нас буквально пять минут остаётся, но поскольку вы внутри страны находитесь и вам это собственно, вы это чувствуете, ну, возможно, не на себе, да, но вокруг проблемы с теплоснабжением, которые возникли в Подмосковье, насколько это, ну, понятно, что это важная тема, но насколько это громкая тема, насколько людей это как-то волнует в плане протестном, что ли. Мы, кстати, вчера с представителем ГИБДД тоже разговаривали на эту тему. Мы начали с дорог, как очиститься в Москве и в Твери, да, потом про отопление. Слава Богу, у нас в Тверской области таких в этот раз не было проблем, но я так, я понимаю просто, что вот это укрупнение муниципалитетов, когда они сами не могут принимать решения на местах, оно приводит к тому, что пока они достучатся до регионального, до федерального центра, проходит немало времени. И на самом деле то, что сейчас бюджет ориентирован все-таки в сторону обеспечения наших действий за пределами, да, в том числе за пределами России, определенное отвлечение от коммунального комплекса, оно присутствует. У нас же как, вы же собственники, да, поэтому это на вашей совести вы несете ответственность за ту собственность, которой вы обладаете. Но, и опять же, мы возвращаемся к инициативе. Собрать людей, чтобы они вышли на собрание, сейчас проблемно. Это начинается все не только с выборов, когда люди теряют интерес к таким обычным процессам, которые в том числе формируют гражданское общество. просто выйти во двор на собрание. Они говорят, ну, сами что-нибудь порешаете, у меня там свои проблемы. И вот с этого, с малого начинается, в принципе, отношение к тем институтам власти и тем возможностям, которые у нас есть в этом государстве. Это приводит к тому, что люди не выходят на собрание, решение не принимается, не проводится капитальный ремонт, и это все зрение одной цепи. Нет интереса у государства, нет интереса у людей, это рождает вот эти проблемы, когда мы начинаем решать коллапс, точнее, возникает коллапс, и мы начинаем решать в экстремном порядке какие-то проблемы, которые можно было бы решать заранее. Вот так. А возмущение есть? Оно слышно? Я думаю, что да, но я смотрела несколько видео, возмущение есть, но оно какое-то, видимо, это тоже у людей, они видят, что происходит, и как наказываются люди, которые пытаются достучаться более агрессивной манере, и все-таки какой-то элемент дипломатии, так скажем, соблюдается, хотя, в принципе, это действительно больно, там, не знаю, обидно, когда твои дети остаются без тепла, да, в новогодние праздники, в морозы, это, естественно, это понятная реакция любого родителя, что там нет, что делать, это же не мои проблемы, вы должны обеспечить это отопление. Люди налоги платят для чего? Конечно, поэтому, да, возмущение, оно есть, но оно не облекается вот эту форму протестности. Екатерина, спрашиваю, где прочитать программу вашей партии, коротко расскажите, и дайте совет тем людям, которые хотят и хотели бы в вашу партию вступить. Программа, естественно, будет формироваться в том числе на основе той программы, которая была опубликована в рамках моей президентской кампании, то есть какие-то основные тезисы, они, естественно, останутся. Я думаю, что к съезду она будет также визуализирована, чтобы людям, естественно, которые будут приедут, было понятно, для чего они собираются, но, соответственно, с предварительно с региональными представительствами будет работа проведена. Я буду в ближайшее время ездить по городам и общаться с нашими штабами. И какой еще вопрос? Как вступить в партию? У нас есть в одном из постов в Телеграме форма для того, чтобы ее заполнить и, соответственно, на будущее уже потенциально как участник партии себя представлять. Одна минута у нас остается до конца эфира, прости, ну, что, я задам вопрос. Одна минута у нас еще есть. В прямом эфире буквально наши зрители пишут мне и спрашивают, просите, пожалуйста, у Екатерины, если ее партию зарегистрируют, точно же будут склонять к сотрудничеству с властью? Как она видит эту проблему? Я просто не знаю, в каком формате сотрудничество с властью, что не говорить какие-то вещи или что-то делать, высказываться. Если мы идем с мирной повесткой, очевидно, что мы ее не изменим. Если мы говорим про реформу, которая необходима отмена законов, которая необходима освобождение политзаключенных, мы тоже от этого не отойдем, иначе смысл теряется, зачем мы тогда все это делали. Компромиссность в определенной степени для того, чтобы решать проблемы и задачи, она, наверное, нужна, потому что без этого не получится конструктивной работы, если мы говорим все-таки про решение проблем граждан, что касается принципиальных моментов, то они такими останутся. Я не могу вас не спросить о плане Б, когда партию не зарегистрируют, если это произойдет, что дальше? У нас есть определенная договоренность с гражданской инициативой, так скажем. Ну и отпуская вас, скажу, что наше голосование проголосовало 2500 человек, поддерживатели создания политической партии Екатерина Донцова, 88% сказали, да, поддерживаем, 12% сказали, не поддерживаем. Спасибо вам большое, что вышли к нам утром в эфир, берегите себя, будем следить, подписывайтесь на телеграм-канал Екатерина Донцова, оперативно там появляются все новости, связанные с партией, и, я думаю, что и про поддержку Бориса Надежды, но пока есть возможность тоже там будет информация. Спасибо вам, Екатерина, большое.